приветствую всех на своем канале о вязании меня зовут ольга сегодня у нас воскресенье 12 декабря значит время пришло подвести итоги недели трио старта в декабрь да то есть я вам покажу все свои продвижения по трем стартам которые у меня случились на этой неделе и сразу давайте перейдем к делу значит первым своим процессом у меня была вот такая вот игрушка я думаю многие ее узнали значит я ее начала вязать в понедельник и во вторник я уже закончила ее оформлять вот такая вот интересная красивая такие вот завитушечки у нее хвостик значит вязала я ее по мастер-классу с ютубом вяжется очень быстро в данной игрушечки у меня было два вида плюшевой пряжи ну как два то есть два цвета и в общем то различные артикулы пряжи так я сейчас быстренько пробегусь и покажу вам что это за артикул мятный цвет у меня был это вот такая вот пряжа гималай дульфин фай здесь стопроцентный полиэстер я думаю многие знают эту пряжу и цвет 80 505 в 100 граммах 175 метров но довольно таки тонкая по сравнению просто с дольфин гималай дольфин это более тонкая ниточка но я и хотела немножко небольшую такую игрушку и розовый цвет у меня это была пряжа тоже плюшевая из фикс прайса значит этикеточку даже наверное уже не найду этикеточки у меня под рукой нет но я думаю кому интересно более подробно тот может перейти видео понедельника да и посмотреть из какой конкретно пряжи как я начинал этот процесс здесь тоже также полиэстер стопроцентный и в 100 граммах здесь было 150 метров но визуально она вообще не отличается единственное что я говорила уже своем видео что вот это вот пряжа более скользкая это как бы более матовая а это более скользкая и глянцевая сейчас конечно на камере не очень это видно все засвечивает лампа но в общем поверьте мне на слово а кто видел фикс прайсе эту пряжу тот я думаю понимает о чем я говорю значит у меня ушло вот этой вот мятной пряжи 21 грамм а вот этой розовой 23 грамма то есть очень такой экономичный расход игрушка получилось то есть где-то около 50 50 грамм да потому что еще у нее рок вот такой вот связан рог я вязала из пряжи yarnart джинс да многим знакомая вот такая полухлопковая пряжа вот рог я связала именно вот из этой вот пряжи так очень сильно засвечивает когда близко подношу значит вот такая вот симпатичная милая игрушечка у меня связалась и даже получилось так что я скорее всего еще точно такую же свяжу потому что у меня увидели на работе и вот эту вот прелесть и сделали мне заказ первым моей жизни заказ но пусть на игрушка но тем не менее значит ближайшие дни я начну еще одну такую игрушку но об этом в других до моих видео следующий мой процесс это был джемпер жаккардовой круглой кокеткой я вам сейчас ставлю видео как выглядела это круглая кокетка до распуска и так покажу вам до какого момента я связала свою круглую кокетку джемпера значит делала два этапа прибавок первые первые прибавки у меня были сделаны после горловины сразу же и вторые я делала вот в этой розовой части и этого оказалось вернее это распределение прибавок оказалось неправильным потому что вот смотрите как фолдит спина этой кокетки мне это очень не понравилось я примерила кокетку на себя и увидела что вот на спине вот такие вот пузыри ну никуда не годится и я конечно же поняла что все таки я неправильно распределила прибавки нужно делать прибавки в три этапа поэтому я решила что я буду распускать полностью эту кокетку и перевязывать заодно я наберу другое количество петель для горловины потому что это горловина сильно плотно примыкает к моей шее в общем вот такое вот изделие у меня получается мне очень нравится что на самом деле получается как ложатся петельки как смотрится узор но к сожалению посадка не удалось будем перевязывать значит вы я думаю уже поняли что эту круглую кокетку я распустила притом я распустила ее полностью мне не понравилось как там это все фолдила как это выглядело в общем посадка мне не понравилось и я уже говорила что в той круглой кокетки я сделала два две серии прибавок и видимо это неправильно потому что я пересматривала много различных мастер-классов на тему вот круглой жаккардовой кокетки и там говорится что как минимум три серии прибавок надо делать поэтому я уже на данный момент перевязала частично конечно же перевязала в той жаккардовой кокетки у меня уже вывязывался второй цветочек а в этой у меня еще первый не довязался значит что же я здесь изменила во первых я сделала больше набор то есть вот та кокетка вот у меня была прям вот так вот сильно по горлышку и я подумала что все таки наверное сильно вот так когда обхватывает это не очень будет удобно и вот здесь вот я набрала побольше петель и теперь она садится ну где то вот так примерно я просто сейчас боюсь микрофон задеваю и будет вам шелестеть шуметь не очень приятно значит набрала побольше петель и первая серия прибавок у меня была сделана после вывязывания горловины вот резиночкой один на один я вязала горловину не знаю видно будет нет я сделала первую серию прибавок после того как я отвязала несколько сантиметров лицевой глади черным цветом я снова сделала вторую серию прибавок и третья серия прибавок у меня будет уже сейчас я постараюсь показать у меня будет вот между вот этими двумя цветочками вот такими вот то есть вот в этой части в розово это будет у меня третья серия прибавок ну вот на данный момент как бы у меня половина цветочка связано до получается по круглой кокетки до первого цветочка как бы вот так вот не знаю мне конечно же хочется отвязать поскорее эту кокетку чтобы посмотреть посадку как в этот раз сядет вот это вот вот эта часть джемпера да она мне по фигуре то есть прошлое кокетка мне не понравилось как на спине было пузырями вот так вот некрасиво там пошло и поэтому я ее полностью распустила буду продолжать конечно же вязать хотя бы отвяжу до подрезов чтобы примерить и уже потом со спокойной душой не спеша продолжать вязать этот джемпер потому что сам по себе джемпер получается очень такой эффектный красивый а главное пряжа очень теплая мягкая вот вот эта черная да мериносовая пряжа от пехорки мне очень нравится тактильно что она мягкая я думаю будет приятно носить такой джемпер в общем это был мой второй процесс и сейчас вот он на этой стадии конечно бы отвязалась гораздо больше если бы все прошло без перевязок очередных моих перевязок но опять таки тяжело в учении легко в бою да ну поперевязываю я ничего страшного надеюсь что это будет 2 2 вот мой вариант будет уже нормальным что мне не придется снова перевязывать и получится наконец-то у меня нормальное плечевое изделие жаккардовой вот такой вот кокеткой о которой я уже очень давно не то что мечтаю но мне очень давно хотелось связать подобное изделие значит это был получается мой второй процесс второй старт и третий мой старт это следочки для моей дочери которые я вязала из остатков пряжи значит я видео когда начинала да вот эти вот следочки в пятницу рассказывала что мне не очень понравилось что получаются они такие расхлябанные как бы и по ноге свободно очень сидят что будут болтаться я сделала вот такой вот декоративный бантик связала видно нет будет и как бы вот этим бантиком прихватила вот здесь вот побольше да вот по верху стопы получается я прихватила побольше чтобы вот это отверстие для ноги было поменьше и вы знаете на удивление моей дочери все очень понравилось она вот буквально я получается вчера их довязала с утра как бы мне оставалось только все собрать решить собрать вот этот вот декор я все это сделала отдала и и она весь день гоняла в этих вот следочках тапочках балетках как я их называю то есть оказывается это мне только да моему перфекционисту кажется что там что-то не так что-то не так а ей все очень понравилось она с удовольствием их одевает даже они вот распушились так сильно по подошве потому что она ну весь вечер в них носилась вот то есть на самом-то деле получилось неплохое изделие конечно не идеальное ну честно скажем не идеальное как хотелось бы чтобы они так сидели как влитые но я думаю что все оказалось гораздо лучше чем я предполагала дочери нравится она будет их носить а это самое главное и остаточки я в то же время и связала все-таки на такую носибельную вещь которая будет полезна вот то есть мне очень понравилось у меня осталось буквально вот я вам сейчас покажу от серого цвета вот такой вот небольшой вот моточек и от вот этого припылено-розового у меня осталось там ну я не знаю буквально метра три-четыре не больше я даже не знаю куда уже их потом девать может быть их проще выкинуть но хотя по извязыванию остатков есть некоторая идея они конечно же расскажу в другом проекте в общем вот это получается мой третий старт и тоже готовая работа в итоге у меня из трех стартов две готовые работы один значит процесс которым я буду работать дальше в этом месяце я надеюсь что я с ним поработаю все таки неплохо и в общем то мне кажется неплохие результаты в этих трио стартах у меня получились также напомню снова что данный проект организовала света ее канал связано с пиццами светлана на канал свет и и на все каналы девочек-участниц я оставлю ссылочки в инфобоксе обязательно проходите ко всем девочкам вдохновляйтесь и вяжите вместе с нами очень интересные совсем не похожие дорог на дорога изделия вяжут девочки очень много идей я думаю вы найдете и на свой вкус также напомню что кто не подписан на мой канал обязательно подписывайтесь и следите за моими дальнейшими продвижениями и видео не забывайте ставить лайки и конечно же пишите свои комментарии очень интересно читать общаться в комментариях вместе с вами ну а я как обычно буду заканчивать это видео и конечно же я с вами не прощаюсь а говорю вам до новых встреч пока пока пока